Давайте поднимем наши руки для поклоняться Господу. Боже, мы славим Тебя за этот воскресный день, за благость и милость Твою на наших жизнях, Господь. Спасибо Тебе за честь, за привилегию служить Тебе, Господь, быть с Тобою, находиться в Твоем присутствии. Мы благодарим Тебя за этот день. Мы славим Тебя, Господь. Открываем свои сердца на этом богослужении, Господь, прославляем Твое Святое Имя. Ожидаем, Господь, Твоего Слова, Твоей истины. Пусть она касается нашей жизни, как только Ты можешь касаться нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за спасение, за милость Твою, по которой мы живы сегодня, за благодать Твою, которая обновляется в наших жизнях каждое утро. Мы славим Тебя, мы чтим Тебя, мы приветствуем Тебя на этом месте, Дух Святой. Делай то, что только Ты можешь делать, касаясь от того, как Ты, так, как только Ты можешь касаться. Мы славим Тебя и чтим Тебя, всемогущий Бог, Творец неба и земли. И весь народ Божий доскажет. Аминь. Давайте дадим Господа, большие аплодисменты. И аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Пожалуйста, в очередной раз поприветствуйте рядом стоящих. Может, тех, которых Вам еще не удалось поприветствовать, присаживайтесь. Огромное спасибо нашим левитам, нашим прославляющим. Спасибо. Аминь. Аминь, аминь. Чудесное время, чудесное место. Очень искренне рад видеть Вас. Как Ваши дела, церковь? Иисус Господь. Аминь. Слава Господу. Давненько я не проповедовал, уже соскучился по этой кафедре, соскучился по Вам. И действительно верю, что Господь вложил в мое сердце что-то, чем я хотел бы поделиться с Вами. Как Вы, наверное, заметили, последние, может быть, месяц-полтора наша церковь живет в книге Иисуса Навина. Вы помните, это потрясающая проповедь, которой пастор разделился из первой главы книги Иисуса Навина о том, что как я был с Моисеем, так я буду с Тобою, что вопрос даже не в Твоей персоналии, вопрос нисколько в Твоей личности, вопрос в Божьем призвании, в том, что Бог хочет делать, то, что Бог хочет совершать. И главное, быть твердым, мужественным, не бойся, двигайся дальше. И не знаю, как для тебя, для меня это слово прозвучало большим ободрением. Ну, большим ободрением для нас, как для церкви, но большим ободрением также для нас, как для каждого, у каждого свое хождение. Истина, что действительно мы переходим в какую-то новую стадию, мы переходим в какие-то новые измерения, в которых, может быть, прежде не были. И всегда, когда Бог ведет тебя, часто ты ощупью идешь. Думаешь, хорошо бы знать все заранее, но иногда так не получается. Но я хотел бы продолжить эту тему с книгой Иисуса Навина, поэтому хотел бы проповедовать вам сегодня. Давайте откроем Иисуса Навина, Иисуса Навина, 5 глава. Книга Иисуса Навина, 5 глава. И вместе с вами прочитаем с 13 по 15 стихи книга Иисуса Навина, 5 глава. В общем-то, тема очень похожая, то, о чем говорил пастор, Иисус Навин все еще на пути в обитованную землю. Они уже перешли через Иордан, но сейчас у него очень важное сражение в жизни, наверное, самое главное сражение его жизни. Иерихон, неприступная город-крепость. Иисус Навин, 5 глава, с 13 стиха. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты, или из неприятелей наших. Он сказал, нет. Знаете, Господь очень интересно может отвечать. Ты вроде ему все варианты ответов дал, а он все равно ответил не то, как ты ожидал. Он говорит, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему. Вождь воинства Господня, сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь свято. И Иисус так и сделал. Я назвал сегодняшнюю проповедь, ну где-то так. Так, можешь ли ты узнать Господа посредине своего сражения? Можешь ли ты распознать Его? Можешь ли ты узнать Бога посредине своего сражения? Истина в том, что Иисус говорил своим ученикам, уверовавши в Него, что я никогда не оставлю и не покину вас. Вы помните, да? Павел вторит этому, когда пишет первое послание к Коринфянам в 10 главе, 13 стихе, он пишет, что Бог никогда не позволит какому-то искушению прийти, из которого Он бы тебя не вывел. Бог говорит, что ибо искушение, которое постигло вас, не иное, как человеческое, но верен Бог, который при искушении даст вам и избавление, даст вам и выход. Иисус говорил, никто не похитит вас из моей руки. То есть, иными словами, Бог говорит, если ты в сражении сегодня, я где-то здесь. И если ты меня не замечаешь, если ты меня не чувствуешь, если ты меня не видишь, это не потому, что меня нет, а потому, что ты просто проходишь мимо меня. Иисус Навин смотрел и думал, что это просто человек с мечом, какой-то парень с мечом. А это не был просто парень с мечом. Это был командир воинства Господня, то есть, в принципе, сам Господь. Кто у нас вождь воинства Господня? Это Иисус, мы говорим, Иисус, наш капитан, могуч и силен, да, то есть, идем вперед во имя Иисуса. Но интересно, что вопрос, можешь ли ты распознать Бога, потому что очень часто проблема не в том, есть ли Бог в твоей ситуации или нету Бога в твоей ситуации. Часто вопрос больше в том, а видишь ли ты его правильно. И только потому, что ты привык его видеть определенным образом. И потому, что ты просто ожидаешь, что он действовал, или будет действовать, как он когда-то действовал, ты пропускаешь его, потому что то, что случилось здесь с Иисусом Навиным, он чуть было не вошел. Что за ситуация у него здесь такая? У него очень непростая ситуация. Они перешли через Иорихон, через Иордан, подошли к Иорихону, и сейчас у него самое главное сражение жизни. Не то, что он первый раз борется, да нет, он вообще воин по натуре своей, по сути своей, он воин, его не нужно дважды просить, он заводится с полоборота. Читаешь о его делах там, о его сражениях, это был удивительный человек, человек, который был скор на действия, человек, который мог целую ночь вести свои войска и потом под утро еще ввязаться в сражение и победить. Но здесь это первое сражение без Моисея. Это сражение, на которое все смотрят на него и думают, ну, правильный был выбор у Моисея, не правильный выбор у Моисея. Это сражение, которое с одной стороны невозможное, потому что, ну, по тем меркам, даже по сегодняшним меркам, описание Иорихона, это просто удивительный город. Это Иорихонская стена, она настолько широкая, что две колесницы могли проехать двухсторонним движением. Огромные высоты, даже сегодня это было бы большое укрепление, но в те времена это казалось невозможным чем-то. И вот Иисус Снамен стоит перед этим выбором, перед сражением его жизни. И вообще быть лидером – это большая ответственность, с одной стороны, правда же? И когда мы говорим про лидерские ответственности, ну да, с одной стороны, там, говорим, президент, там, мэр, пастор. Но каждый из нас в какой-то степени лидер, ты кого-то куда-то ведешь, правда? Даже если бабушку через дорогу переводишь или кошку выгуливаешь свою. И когда ты ведешь кого-то куда-то, это значит, что ты каждый раз будешь сталкиваться с какими-то новыми вызовами в своей жизни. Когда ты по кругу ходишь и все знаешь, ну тогда у тебя нет вызовов. Но когда ты движешься и продвигаешься вперед, ведь вызовы и есть доказательства, что ты куда-то движешься, правда? Я вот увидел, одно дело, там, с церкви до дома ездить на машине, ты уже дорогу знаешь с закрытыми глазами, ты знаешь каждую кочку, каждый поворот, то есть тебе не нужен навигатор, тебе не нужно советовать, тебе не нужно знать, куда поворачивать. Но когда ты едешь действительно куда-то в другом направлении, где ты никогда не был, там полно вызовов, полно ям, ухабин на дорогах, полно неожиданных вещей, ты должен быть постоянно на страже, и у каждого из нас есть некий выбор, либо двигаться вперед и не бояться этих вызовов, и принимать эти вызовы, либо ходить по кругу и говорить, ну что-то жизнь закружила, что-то скучно как-то, как-то, что-то даже неинтересно. И здесь у Иисуса нами на вызов, и он на грани сражения. Заметьте, что тоже у Бога нету одинаковых сражений, нету одинаковых рецептов победы, что ли. Иногда Бог говорит, стой, иногда Бог говорит, беги, иногда Бог говорит, отступи и подожди. То есть его стратегия очень разнообразная, поэтому очень сложно предугадать, что сейчас нужно делать. Я говорю, что есть довольно много мест в Писании, где Бог говорит, просто стой твердо и увидишь спасение Господня. Помните, да, говорит, стой твердо. Для кого-то это любимое место Писания. Стоять и смотреть. Особенно те, которые любят откладывать, не любят рисковать, не любят ничего делать. Это у них любимое место, они наизусть говорят, стой твердо. Брат, что не работаешь? Да вот стою твердо. Стою твердо и не работаю. А что нету? Ну, Бог не дал. А что есть? Ну, Бог дал. То есть все просто. Иногда мы используем это местописание, чтобы всю ответственность переложить на Господа. Ну, Господь тут, ну, нет так нет. Да-да-да. То есть все просто, все легко. И нету Господь виноват. Есть, слава Богу. Но мы видим, что в Библии не так все просто. И не так все легко порой объясняется. Иногда, конечно, мы должны верить. Конечно, мы должны уповать на Господа. Конечно, но Бог говорит, вера без дел мертва. Если там ты молишься, тогда ты должен как-то и твои действия подтверждать, что ты молился с верой. Потому что если ты просто молишься, ничего не делаешь по этому поводу, тогда, может быть, твоя молитва, она как раз пустая. Она мертвая молитва. С другой стороны, вы знаете, когда ты проповедуешь, вот у пастора есть, у проповедника есть довольно сложная задача. В чем эта задача заключается? Она заключается в том, что есть разные категории людей, которые по-разному читают Библию, по-разному понимают. У них разная философия жизни. Есть вот такая категория, которые любят откладывать. Вот у них, которые зеленым цветом подчеркнуты все такие местописания. Стой и увидишь, Бог все сделает, Бог позаботится, будешь жить, ничего не строил там, и вот они сидят. И к таким людям хочется как-то, ты их должен как-то смотивировать на богослужение. Вот есть такая категория людей, к ним хочется подойти к зеркальцам. Говорят, ну подыши, хоть узнаем, ты живой или не живой. Пара есть на зеркальце? Нету пара на зеркальце? Таким людям хочется показать. Говорят, докажи, что ты не памятник. Ну хоть что-то сделай. Ну хоть пальцем шевельни. Ну попробуй, ну устройся. Ну чуть-чуть сделай. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ну а если неправильно? Ну мы переделаем потом за тебя. Ну хоть неправильно сделай. Ну хоть куда-то двинься. Хоть ну дай знать, что ты живой. То есть это одна категория, и ты для этой категории должен быть вставай, осмелься, давай, дерзни, иди. Есть другая категория, абсолютная противоположность этой категории. Это категория, которая, ну, они все, что может быть понято неправильно, понимают неправильно, они все гиперболизируют и все. Говорят, брат, когда я говорил, что пойди займись бизнесом, я не имею в виду, продай свои квартиры, там, свое, все, живи на вокзале и все в МММ выинвестируй, там, или еще куда-то. Не, я это не имел в виду, я имел в виду что-то другое. Они, этим людям, наоборот, нужно говорить, стой, 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 стой. Подожди, 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 не торопись, подожди, давай Бога проверь, давай спросим у Господа, давай как-то убедимся. И заметьте, и самая большая проблема, что эти обе категории сидят в одном зале. И у тебя одна проповедь, и одной проповедью ты должен одних как-то смотивировать, а других как бы притормозить. Вам меня уже стало жалко, правда, да? Как это, как это, одного вот, одного, нужно вроде как подвигнуть, а другой сказать, эй, подожди, подожди, не спеши, не лезь вперед, батьки в пекло, подожди, это не так все делается. И вот, говоря вот этими категориями, как вы думаете, Иисус Навин, он какой больше категории напоминал, первую или вторую? Вы очень внимательны слушатели, конечно же, вторую. Иисус Навин, он этот человек, который не любил откладывать, человек, который, человек действия, человек, который активен, который агрессивен по своей натуре, он только видит там человека, представляете, и вот он находится. Ага, Бог ему сказал, будь тверд и мужественен, я буду с тобой, как был с Моисеем, буду с тобой, будь тверд и мужественен. Так, он говорит, все, Иордан, перешли, он только перешел Иордан, теперь Юрихон стоит, что будем делать? У него уже все ходы записаны, все книги просчитаны, все деньги связаны, все завязано он уже, знаете, иногда мы, может быть, настолько практичными. Я говорю, опять же, есть две категории людей, вот две категории. Есть одни, говорят, только молись, семь раз обернись, и все будет нормально. Ну, это любят так. Ну, и, конечно же, вера без дел мертва. Ты не можешь просто молиться, оберначиваться, и все будет нормально. Ты должен что-то делать. Но, с другой стороны, и дела без веры, они тоже бестолковые. Ну, и что толку, ты на пять работ устроился, я говорю, что у тебя все моторы заведены, ты из всех стволов одновременно стреляешь. А Бога в этом нет. Смысл? Смысл? Ну, ты просто сгоришь раньше времени. Иногда мы настолько становимся практичными, настолько вот такими, ну, я уже, это старый пример, но я помню, давно-давно с одним пастором сговорил, они конференции готовились. Они готовились к конференции, и он пошел, позвонил мне, говорит, пастор, у нас такая конференция будет, мы такие псалмы выучили, мы такие песни, у нас, говорит, такое прославление, такие новые песни, что даже если Дух Святой не появится, никто и не заметит. Я думаю, и 200 лет нужна такая конференция, чтобы без Духа Святого. То есть, тогда можно лучше на концерт какой-то сходить, вы понимаете, с чем я говорю? Иногда мы можем быть настолько практичными, настолько вот меркантильными, что, говорю, все ходы записаны, все книги просчитаны, все деньги рассчитаны, и у тебя уже, тебе и Бог-то в общем не нужен, ты сам все знаешь. И Бог говорит, эй! Потому что, очевидно, здесь Иисус Навин, будучи очень интересным лидером, он отличался в своем лидерстве от Моисея, во многом отличался, потому что, согласитесь, дорогие, что у Моисея была какая-то странная тенденция водить людей по кругу. Вы знаете, не только он сам ходил, но и 40 лет водил других. 40 лет они ходили по кругу, ходили по кругу, ходили по кругу. И есть проблема с хождением по кругу. Я думаю, что одна из причин, почему Бог выбрал именно Иисуса Навина, потому что он был такой прямой, он стал в обетованную землю, он, видишь его характер здесь, он стоит перед Иерихоном, у него адреналин играет, он уже рекрутирует, он уже видит мужика какого-то с мечом, говорит, слушай, ты за кого-то, за наших, за них? Ты с кем? Понимаешь? И он чуть было не... Потому что, и слава Богу за такой характер. Если ты прямой, если ты заводишь на стол оборота, это не нужно убивать себе, это нужно правильно направлять. Потому что проблема с Моисеем, что... Ну, проблема, не проблема, но он водил их по кругу. И мы были в этой иудейской пустыне не раз. Я скажу вам, за 40 лет ее можно изучить всю. Ну, 40 лет там ходить. Им, наверное, каждый камень был известен. Им, наверное, каждый... Все было известно, все было замечательно, все было чудесно, все понятно, все... И когда ты по кругу ходишь, видел таких христиан, которых закружило? У тебя было такое вот кружение? А, все как вчера. Тебя спрашивают, что нового? Да. Как обычно. Как обычно. И когда у тебя год как обычно, два как обычно, три как обычно, жизнь скучная начинается. Проблемы начинаются, какие-то отношения начинаются, трения приходят какие-то. Когда у тебя ничего не меняется, картинка та же самая, раздражаться начинается. Неудивительно, что под конец Моисея уже таким раздражительным стал, что уже он... Господь говорит, скажи скале. Он говорит, да что сказать? Как дал по этой скале? Бог говорит, ну все, Моисей, тебе пора на пенсию. Потому что ты, ну не готов ты, потому что ты свой темперамент не можешь... Как ты можешь народ вести, когда ты своим темпераментом не можешь управиться? Говорит, все, тебе нужен друг... Ну, я оставлю Иисуса Навина. Он немножко другой. Потому что... Иисус Навин, он правда был другой. И когда Бог выбирает его, он бежит туда, но он чуть было не совершает одной из самых больших ошибок его характера. Наши самые большие преимущества могут быть нашими самыми большими слабостями. Это то, что он готов был бежать там и рекрутировать, то есть это было его преимущество. С другой стороны, он чуть было не пропускает Бога в своей жизни. Перед самым главным сражением его жизни. Ну, как ты можешь ввязаться в сражение с Иерихоном, прежде чем ты с ним не встретился? Прежде чем он тебя не благословил? Иисус Навин, да ты вспомни Авраама, да ты вспомни других. Их Бог благословлял прежде. Как Давид это делал, как другие это делали. Тебе нужно направление от Бога. Тебе нужно прикосновение от Бога. Тот же самый твой Моисей, прежде чем он пошел и выводил израильский народ, он с горящим кустом встретился. Иисус Навин, где твой горящий куст? Ты не можешь его пропустить просто так. Ты не можешь его упустить просто так. Тебе нужна эта встреча. И он чуть было не промахивается. Он встречается с Богом и не узнает его. У меня вопрос к вам. А можешь ли ты узнать Бога в сражениях своей жизни? Ведь каждый здесь находится в каком-то сражении. Может быть, у тебя такое малое сражение. Может, у тебя какое-то крупное сражение. Может, очень принципиальное сражение. А может быть, ты на пороге сражения, которое вообще твою дальнейшую судьбу определяет. И можешь ли ты бороться без Него? Ну да, да, ты уже боролся много раз до этого. Но можешь ли ты позволить себе такую роскошь сражаться, не узнав, что Он на твоей стороне. Не узнав, что Он за тебя. Как-то не постучавшись с Ним. И об этом я хотел бы сегодня проповедовать. Ты все еще готов меня слушать? Хорошо. И здесь происходит очень интересная вещь. Он встречается с Ним, и его не узнает. Он думает, что это просто мужчина. И он начинает к нему приставать с вопросами. Ты за кого там? За наших? Не за наших? За тех? Лучше определяйся. За наших быть лучше. Мне всегда были очень интересны такие моменты, когда люди в Библии не узнавали Бога. Причем Он не первый, не последний, который не узнавал Его. Помните, с Иисусом это было сплошь и рядом. Особенно после Его воскресения. Да и до Его воскресения. Помните историю, когда ученики в лодке, великий шторм, и Господь идет к ним по воде. И вместо того, что говорит, говорит, а, это наш учитель, это наш Рави, Аллилуйя. Они говорят, призрак, дух, Посейдон, кто это, кто это, призрак? Он говорит, это я, я, не бойтесь, это я. Иисус, ну когда ты нас призывал, когда ты нам говорил, ты не ходил по воде, ты в лодке у Петра сидел. Он говорит, мы, мы, когда мы тебя видели, мы всегда видели тебя по берегу ходящим, но не по волнам. Знаете, у нас всегда есть тенденция, когда Бог творит что-то новое в нашей жизни, не узнавать Его. Когда приходит к этому, потому что мы привыкли и ожидаем от Бога, что Он будет являть себя то, как Он являл себя вчера и третьего дня. Но когда Бог вводит тебя в новые стадии твоей жизни, новые периоды, новая земля, новые откровения, новые хождения, Бог будет открывать себя по-новому, так, как, может быть, ты никогда Его не видел раньше. Помните, как они испугались, когда Иисус, который обычно ходил через двери после своего воскресения, взял и прошел через стену. И сказал еще, шалом! Какой уж там шалом? Там вообще никакого не шалома. И говорят, ааа, опять призрак! Он говорит, трогайте меня, трогайте, не призрак, не призрак, не призрак. Это я тот же Иисус. Просто это новая стадия вашей жизни. Мы все время хотим Бога запихнуть назад. Мы все время хотим поместить Его в коробку. И говорим, что наша религиозная безопасность, она так чувствует себя более комфортно. Вот Бог мне открывался вот так вот пять лет назад. И вот десять лет назад Он мне так явился. И вот так Он меня коснулся. И теперь, если Он меня касается каким-то другим образом, то это уже не Бог. Или Бога нету. Вот я привык Его так славить. Я привык Ему так молиться. Я привык с Емем так относиться. А если это сейчас по-другому, то это уже вообще, это уже что-то слабо было. И Бога не было. Бог говорит, да я был, просто Ты меня не узнал. Знаешь, я думаю, может быть, Иисус Навин, Он и искал Господа. Но Он искал, наверное, как Моисей, горящих кустов. И Он спрашивал своих там саглядатов, говорит, горящих кустов не видели. Горящих кустов не видели. Горящих кустов не видели. Говорит, нет, кустов не видели. Говорит, мужик с мечом какой-то стоит. Говорит, он подходит к нему, говорит, Ты не кустов? Говорит, нет. Но послание то же самое, как из куста. Потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаешь? Он говорит, земля, на которой стоишь святая, это то же послание, это тот же Бог. Просто Его проявление другое. Но мы привыкли Его видеть по одному. И мы все время пытаемся Бога запихать. Бог говорит, Ты хочешь, чтобы я был как тогда, когда я делаю сие, творю что-то новое? Если ты привык, чтобы Он открывался тебе вот только так и так. Если раньше, не знаю, Бог поднял тебя, взял какой-то совет директоров, тебя генеральный вызвал и спрашивает твоего решения, и спрашивает твоего совета. Но если тебе раньше нужно было решение от Господа, что ты делал? Закрывался и там валялся на полу и пять часов на языках орал. И Бог тебе показывал, открывал вещи. То, может быть, сейчас тебя не поймут тому генеральному, когда ты упадешь на пол и начнешь на языках кричать. Может, сейчас я тебе просто могу на ухо шепнуть? Может, я могу говорить тебе не тогда, как я по-другому говорил? Знаешь, и когда ты открываешь в новых стадиях твоей жизни, что Бог тебе, оказывается, через детей говорить может, через странных людей говорить может, не только через проповедников, пасторов, а Бог вообще, Он большой Бог. И Он все может. И Бог говорит, послушай, как я веду тебя, ты всегда пытаешься запихать меня в старое. Почему? Потому что нам в старом комфортно. Потому что когда ты ходишь по одной пустыне, тебе все понятно. Видел таких людей, которым в церкви уже все понятно. Знаешь, я часто консультирую, я вообще удивлен, как много людей знают, как управлять церковью. Правда? Приходят, говорят, вот так надо, пастор, так надо. Думаешь, о, Господи, сестра, ты бы со своей жизнью разобралась. Шутка, все, шутка. Хорошо. Мы идем, куда мы идем? Мы идем, говорят, когда все понятно. И одно дело, как это, и с одной стороны, мы абсолютно искренне, когда нам все понятно. Потому что когда ты 40 лет по одному ходишь, в одну церковь, в одни псалмы поете, одни собрания проводите, одни мероприятия делаете, там все понятно. У тебя и молитвенная жизнь изменяется. О чем молиться, когда тебе все понятно? У тебя и молитва превращается в такое, знаешь, как ты говоришь, приходишь к Богу, говоришь, Бог, бери блокнот, записывай, что надо делать. Я все знаю. Так, Господь, вот слушай внимательно, записываешь так. О, Господь. И молитвы такие, знаешь, как вот, я все знаю, Господь, и помоги мне, который все знает, объяснить тем, которые не знают. Господь, вот записывай, Господь, значит так. Эту сестру надо уволить, а то она возгордилась этой работой, Господь. Вот ты покажи ей, чтобы она вот не возгордилась. А этого брата нужно принять, потому что он смиренный, Господь. Точно смиренный, мы тебе говорим, Господь. Вот все записал еще, не все. То есть, и ты правда знаешь, потому что вот, ну, у вас так все в пустыне происходит. Но истина в том, что когда ты выходишь что-то новое, и приходишь перед Ирихоном, там, где ты раньше никогда не был, тогда молитва, она другая. Господи, я никогда здесь не был. Это здорово, что ты все знаешь. Конечно, что легко, что ты знаешь, когда ты в этом классе уже пятый год сидишь. Тебя пять раз на второй год оставляют. Конечно, ты контрольную на пятерку написал, ты ее восьмой раз пишешь, эту контрольную. Ты все вопросы знал. Не удивительно, что ты отличник. Ты все это проходил. Вчера и третьего дня. Правда же? Другое дело, когда ты приходишь куда-то, и многие так гордятся, говорят, мы все знаем. Мы все знаем. Мы вот, мы все, мы это знаем, то знаем, то знаем. Господь, вот, с некоторыми христианами поговоришь, они вообще все знают. Про другие конфессии все знают, про то все, они все знают. Ну, когда ты по кругу ходишь, а ты говоришь, а есть другой класс еще. Ну, в этом классе, понятно, ты выучил. Ты уже 25 лет в этом классе, а есть другой класс, есть еще один класс, есть еще класс. Да? И когда ты в этот класс переходишь, идешь дальше, там новые вызовы. Ты говоришь, Господи, я никогда этого не видел. Я никогда с этим еще раньше не сталкивался. И тогда молиться, она становится какой-то другой, более интересной. Тогда не ты говоришь, Господь, бери блокнот, записывай, что надо делать. Тогда ты берешь блокнот и говоришь, Господь, подскажи, а? Я что-то вообще не знаю. Я никогда здесь еще не был. Я что-то вообще не понимаю. Господь, ты мне нужен. Я вот с этим Ирихоном первый раз то брал, то брал, с Амаликом боролся. Тех били, Хитеев, Феизеев, там, Уйвусеев били. Ирихон не брали ни разу. Господи, мне нужен от тебя совет. Я не знаю. Молился когда-то такой молитвой? Я не знаю. Очень смиряющая молитва. Знаешь, очень духовная молитва. Очень благословенная молитва. Молитва, которую любит Господь, потому что мы многого не знаем. И всякий раз, когда ты движешься в новое, ты чего-то не знаешь. И я видел христиан, которым все наскучило, потому что, и причина, почему им наскучило, по той простой причине, потому что ты ходишь по кругу. Конечно, ты все знаешь, ты знаешь, какую песню надо спеть, ты знаешь, какую модуляцию, ты знаешь, как... О, проповедник проповедника. Ты говоришь, я знаю эту проповедь. Конечно, я сам так могу уже три раза. Послушай, ну, есть что-то новое в твоей жизни. Есть что-то новый вызов в твоей жизни. Есть вещи, которых ты еще не знаешь. Иисус Навин, он чуть было не пропускает Господа. Он прибегает к нему, адреналин в крови, говорит, давай, ты за кого? За нас или не за нас? Он пытается сделать что-то, что пытается мир сделать с Богом. Они пытаются Бога на свою сторону переманить. Бог, ты за кого? За нас или за них? Вот как вы думаете, в Москве же много церквей. А в какой церкви Бога больше всего? Я понимаю, что вопрос под ковыркой. Конечно, в нашей, что бы ты сидел здесь и сказал, ты за кого, Господь? Ты за нас или за них? То есть интересно, мне интересно, как Господу вообще вот на это все реагировать. Знаешь, когда... Это все равно, как дети приходят, да, и говорят, пап, ты кого больше любишь? Или, пап, она такая-такая, она сломала у меня то-то, то-то, убей ее. Ну, и правда сделает, и правда такая, ну, очевидно, ты чего-то не понимаешь, да? Потому что это так не работает. И у нас, я думаю, самое трудное время у Господа, наверное, когда две христианские команды играют против друг друга. Помню, мы когда были в Абакане, у нас такой был ежегодный турнир по флорболу, ну, то есть по хоккейу с мячом в зале, то есть и там какие, друзья, там команд 50, и каких-то команд там не было. И названия там такие, можно по одним названиям христианскую книгу написать, там, Херувимы, Третье Небо, знаешь, там, Реформация, Божья Любовь, Божья Благодать, там. То есть, представляете, вот две команды, одна Божья Любовь, другая Божья Благодать. Каждый на свою сторону переходит и говорит, Господь, дай нам победу. Ты же нас, Господь, мы же Твои дети, Господи. Благослови нас, чтобы мы воздали Тебе славу. Господи, чтобы мы сделали то-то, то есть, потому что и мы... А он там даже кто? И так же, то есть, и мы все время соревнуемся, с кем Бога, а кого Бога больше? А какая церковь пробуждение принесет в город? Вот, мы возьмем, мы завоюем город. Куда мы этот город денем, когда завоюем, мы не знаем, но мы завоюем его. То есть, что мы с ним будем делать? Знаешь, иногда нам свойственно, вот, ну, аминь или не аминь? То есть, как-то, Бог, ты за кого вообще? То есть, и здесь я Иисуса Навина понимаю, сто процентов понимаю, Он приходит к нему, говорит, ты определяйся, ты за кого? А он подходит к нему, отвечает, говорит, знаешь, говорит, Вопрос неправильный. В смысле неправильный? Говорит, правильный вопрос не за кого я, а за кого ты? Ты за кого? Я за тебя, если ты за меня. Говорит, Иисус Навин, ты что-то попутал. Ты думаешь, что ты хочешь меня рекрутировать в свою армию? Ты думаешь, что я вот, тебе нужна победа, и ты сейчас набираешь сторонников. Ты проверяешь, что тот, тот за меня, тот за меня, тот против, тот за меня. Ты ищешь союзников. Послушай, Иисус Навин, ты думаешь, что это твое сражение? Это ты вот такой крутой, ты Иордан перешел, и теперь ты перед Ирихоном, ты такой генерал, ты такой военный. А знаешь ли ты, что ты здесь по одной простой причине? Четыреста лет назад я что-то говорил Авраму, потом Исааку, потом Якову, что я дам народу мою землю. Говорит, маленькая историческая справка. Это не я здесь для тебя, чтобы дать тебе твою победу. Это ты здесь для меня, чтобы исполнить мое обетование. Чтобы ты немножко понял, чтобы у тебя все стало на свои места. Потому что, дорогие друзья, когда ты смотришь на свои проблемы, на свои сражения, на свои битвы, и часто, когда мы смотрим на свои битвы, на свои сражения, на какие-то, мы видим так, это моя битва, и мне нужен помощник Господь. Господь говорит, послушай, если это твоя битва, то и бейся сам. Но если это моя битва, это не то, что ты рекрутируешь меня, чтобы получить свою победу. Это то, что я могу поместить тебя в свои планы, чтобы получить из этого славу. И когда ты поймешь так, знаешь, тогда у тебя все в жизни поменяется. Это не то, что мне нужен Бог. Бог говорит, это ты мне нужен. Это не ты меня используешь, это я тебя использую. И пока ты не поймешь этого, Иисус Навин, у тебя ничего в жизни не получится. Потому что настоящий баланс жизни, это ты и Бог, Бог и ты. И самое главное, когда ты находишься в сражении своей жизни, первое, что увидеть, увидеть его, потому что он обещал, я не пущу тебя в это сражение, если я там не появлюсь. Распознать его. Можешь ли ты увидеть Бога в сражениях своей жизни? Вот здесь, друзья. И первое, когда ты увидел его в сражении жизни, распознал его, тогда нужно распределить обязанности. Ответственности, что делает он, а что делает ты. Потому что это не только-только он, и не только-только ты. Это что-то он, что-то ты. Что-то он, что-то ты. У тебя проблемы в семейных отношениях, у тебя сражения, с семьей у тебя не лады, нет отношений. Найди Бога в этом. И когда найдешь Бога, определись, что делает он, что делает ты. Цветы с тебя, романтика с тебя, комплименты с тебя, кафешка вечером с тебя, вечерний эмоционный с тебя. А что с него? Чтобы он сердце расположил, смягчил. Чтобы она так поняла. Мальдивы тоже с него. Еще какие-то с него. Вы понимаете, что-то с него, что-то с тебя. И когда ты готов взять свое ответственность, говоришь, Господь, вот это могу, вот это могу, вот это могу, а это не могу. Господь, вот это я, я сделаю, я готов, я верю, я делаю, это мое, это мое. Господь, это твое. Когда ты с Богом, так все становится на свои места. И он приходит туда и говорит, ты за кого? А ему этот ангел говорит, это не я за кого-то, ты за кого. Пусть у тебя все станет на свои места. Пусть все станет на свои места. Пусть все станет правильно. И когда Бог начинает обращаться к Нему, заметьте, Он ему точно так же отвечает, как Моисей из куста. Земля, на которой ты стоишь, это святая земля. Заметьте, это не было в синагоге. Это не было в храме. Это не было в каком-то соборе. Это было прямо на месте сражения. Святая земля. У меня вопрос к вам. А что делает землю святой? Что сделала святая святым святым местом? Его присутствие. Его слава. Слава Божья. А что такое слава Божья? Это проявление Бога. И Бог говорит, послушай, твоя проблема, твой вызов, твое сражение может стать местом моего проявления. Вот твое сражение, это возможность для меня проявиться. Это святая земля. Говорит, Господи, яви свою славу. И сейчас мы думаем, что Он должен явить свою славу, чтобы по пурыжке у тебя из левой руки в правую перебежали. Бог говорит, знаешь, яви свою славу на этом собрании, яви свою славу на этой конференции, яви свою славу там вот в этом здании. Бог говорит, мое самое любимое место являть свою славу. Это твоя проблема. И твоя проблема может стать святыней. Ты можешь свои сражения превращать в святыни. Потому что каждая твоя проблема, каждое твое сражение, с чем ты борешься, что ты взываешь? Это возможность для Бога проявить себя. Для чего тебе говорю? Ты можешь превратить свою проблему в свое святилище. Это возможность для Бога проявиться. И я скажу вам искренне, самые большие вещи, самые большие и близкие переживания Бога, это не на конференциях. Какие бы они замечательные не были, какие бы спикеры, проповедники, какое бы потрясающее поклонение не было. Знаешь, когда ты больше всего переживешь Бога, когда у тебя будет проблема, а в этой проблеме Бог возьмет и явит свою славу. У тебя была проблема. Проблема в семье. Проблема с детьми. Проблема, не знаю, с бизнесом. Проблема с долгами. Проблема еще что-то. И Бог взял и явил свою славу. И это место стало святым местом. Вопрос как? Как ты можешь превратить свое сражение в свою святыню, в святая святилище? Знаешь, как? Как это сделать суснамин? Начни славить его прямо посредине сражения. А то, что он сделал там, как только он увидел, он чуть было не обознался. Он пришел слишком фамильярно к нему. Он пришел к нему. Я вообще от другого. Я Бог. Ах ты, что делать-то? Что делать? Обувь снимай, что делать? Он снял обувь. И он начал славить его. Когда ты начинаешь славить Бога посредине твоей проблемы. У тебя есть какой-то вызов. Финансовый вызов. В отношениях вызов. Это просто, там ничего не решилось. Сражение. Любой может славить Бога, когда Ерехон захвачен. Но когда там стены стоят такие, что ты не знаешь, как они будут захвачены. А ты встречаешься с ним. Говоришь, Бог, я славлю тебя посредине всего. Знаешь, что там происходит очень интересное? Он начинает его славить. И Бог начинает давать ему стратегию. Скажи стратегия. Наш Бог – это Бог стратегии. Наш Бог – это Бог стратег. 99% наших молитв мы просим Бога о ресурсах. Бог, дай ресурсы. Денег дай. Ну, если просто, да? Денег дай, связи дай, жену дай. Друзей дай, то дай, дай, дай. Мы просим Бога ресурсы. И нам кажется, что наша проблема – это нехватка ресурсов. Так или не так? Ну, если бы денег побольше, так можно было развернуться. Так или нет? А связей побольше, а друзей побольше. Но знаете, давно доказанный научный факт, что деньги без стратегии не дают тебе проку ничего. Были научные исследования людей, которые выиграли огромные суммы денег в лотерею. К ним приходили после трех лет. У них от этого выигрыша ничего не осталось и ничего в жизни не поменялось. Деньги без стратегии, ресурсы без стратегии ведут тебя к нищете. Вы слышите, дай, дай, вот почему Библия говорит, что, говорит, не давай детям денег, а она говорит, научи их путям, дай им стратегию. Вот почему Павел пишет, говорит, пусть у вас будет разум Христов, пусть у вас будет чувствование Христовое. Думайте, то есть не просто, не просто ресурсы, а пусть у тебя будет стратегия. Наш Бог – это Бог стратегии. И когда ты начинаешь превращать свое сражение, свою битву, свое испытание, свой Иерихон в святилище, Бог начинает шаг за шагом открывать тебе свою стратегию. Вы знаете, у меня есть слово «знание» сегодня. Для каждого человека есть стратегия выхода. Для каждого сидящего здесь. У тебя есть проблема, может быть, это проблема финансовая. Есть стратегия, как закрыть эти долги от Бога. Есть стратегия, как получить свое исцеление. Есть стратегия, как помириться. Есть стратегия, как наладить отношения. Есть стратегия. У Бога есть шаг за шагом, и тебе не нужны ресурсы. Ресурсы, они следуют за стратегией. Когда у тебя шаги расписаны, они придут. Чего так смотрите? Не надо, пастор, нам стратегий никаких. Ресурсы давай. Но наш Бог – это Бог стратегии. И когда Иисус с нами начинает поклоняться Ему. Кто нас играет, да? Когда Иисус с нами начинает поклоняться Ему. И Он поклоняется, поклоняется и поклоняется. И Бог говорит, Иисус с нами, бери блокнот, записывай. Ты знаешь, Бог никогда не даст тебе стратегии, если ты думаешь, что это твое сражение. Потому что если это твое сражение, тогда ты будешь Богу подсовывать свою стратегию. Так, Господь, значит, это сейчас делаем вот так, это делаем вот так, это делаем вот так, это делаем вот так. Бог говорит, нет, нет, нет. Это мое сражение. Это ты записывай. Что ты будешь делать? То, что я буду тебе показывать. Вот здесь, друзья. И он начинает, очень интересно, пункт номер один. Собирайся, будем гулять, ходить будем вокруг Ерехона. Я много сражался, но так еще никогда не сражался. Знаете, есть очень интересные вещи, потому что, как я говорил, что Иисус Ставин, он воин. Помните, есть история в книге «Исход», я что-то совсем от конспектов своих убежал, потому что уже третье собрание, уже тут все и так помнишь. Давайте откроем местописание. Исход 17 глава с 8 по 10 стихи. «И пришли америкитяне и воевали с израильтянами и ревдеями. И Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразиться с америкитянами. Завтра я встану на вершине холма и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, сказал ему Моисей, и пошел сразиться с америкитянами. А Моисей и Арон, они уор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Амалик. На руки Моисеева эти жалели, и тогда взяли камень и подложили под него. Он сел на нем. Арон же и Орон поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И изложил Иисуса Маликой народ его острого меча. Здесь мы видим удивительную картину. Моисей на горе молится. Иисус с Навин сражается в долине. Знаешь, я не знаю, видел Иисус с Навин, что причина его побед это поднятые руки Моисея или нет. Наверняка он знал об этом. Но когда ты сражаешься, тебе нет времени смотреть на чьи-то поднятые руки. И может тебе показаться, что ты такой крутой вояка, такой крутой воин, генерал, что все у тебя получается. И бегаешь с мечом. Я крутой, я крутой. Замолчи. Не по делам, Библия говорит, чтобы никто не гордился. Есть баланс между духовным и мирским. Между верой и делами, между действием и посвящением. Иисус с Навин, вполне возможно, он не догадывался о той силе, которая была на жизни Моисея. Он был слишком уверен, агрессивен, готов в бой. И Бог здесь говорит, я как был с Моисеем, я буду с тобою. Я дам самое лучшее, что было у Моисея, я дам тебе. Знаешь, и Бог требует от тебя зрелости. Зрелость – это иметь баланс, понимание, что не все берется мечом. Знаешь, и дальше приходит у них общение такое. И он показывает, он говорит, понедельник по кругу, повторник по кругу, в среду еще кружок. У тебя было такое ощущение, интересно, что вроде как твой враг затачивает стрелы, они там наливают масло кипящее в котлы, обороняют стену, а ты с Богом гуляешь. Говоришь, Господь, когда штурмовать-то начнем? Он говорит, да нет, нет, мы пока гуляем. Такая стратегия. Я думаю, уже в пятницу он все выучил. Говорит, Господь, ты что, ты уже не ходил уже? Я уже сам все понял. Ходим. Но Господь говорит, очень интересно. Он говорит, послушай, дорогой. Только потому, что мы делали так вчера и третьего дня, не значит, что мы будем делать точно так же. Ты не можешь позволить себе роскоши поступать так, только потому, что так было в прошлом. Вот почему у тебя каждый день нужно слушать мой голос. У меня каждый день есть новая стратегия для тебя. Ты не можешь вычислить меня. Я думаю, почему часто так трудно вычислить Бога? Помните, сколько раз Иисус исцелял слепых в Новом Завете? И каждого он исцелял по-разному. Одного плюнул на землю, сделал брение, намазал глаза. Другого он плюнул в глаза. Смотрите, он просто помолился. Говорит, Господь, ну а что так по-разному-то? Нельзя как-то все-то сконцентрировано. Я думаю, что Господь говорит, я сделал так, чтобы ты в методы не влюблялся. Мы так методы любим. Вот метод такой, метод такой, метод такой. Бог говорит, я хочу, чтобы ты не мог вычислить, откуда я тебя благословлю. Потому что если бы ты мог вычислять, откуда я тебя благословлю, тогда ты бы влюблялся в источник, а не в меня. Какой-нибудь пытался вычислять, через кого тебя Бог благословит? А? Так вычислил, нацелился, карманы приготовил. Петр Васильевич, как сделка? Получилось? Все хорошо там. И ты так потерся. И уже и похвалил его, и комплимент сказал. А он не слышит Господа, и все. И ты потом уходишь от него, на него злой, что он Господа не слышит, на Господа злой. Бог говорит, послушай, ты не можешь вычислить, как я тебя благословлю. Потому что если ты мог вычислить, тогда бы ты перед ними заискивал, им бы комплименты делал. Бог говорит, а я хочу, чтобы ты предо мной заискивал, чтобы ты мне комплименты делал. Господь, какой ты сегодня чудесный. Какая твоя благодать, какая твоя милость. Господи, как ты велик. Ты мой обеспечиватель. Знаешь, ты не можешь себе позволить роскоши, роскоши, думать, что ты знаешь, как надо делать, потому что это было тогда. И когда он пришел один раз, седьмой раз, пришел, говорит, ну что, опять уже знаю, говорит, эй, сегодня не один раз обходим, а семь раз. И сегодня будем делать что-то, что никогда не делали. Что будем делать, говорит, кричать будем. В смысле кричать? Ну, кричать так, как будто бы завоевали. В смысле? Мы же не завоевали. Не завоевали, а кричать будем, как завоевали. Любой может кричать, когда завоевали, что не завоевали. А вот когда не заевали кричать, это уже вера называется. Потому что вера видит невидимое. Вера делает что-то, а будем радоваться и будем восклицать так, как будто бы это наше. А оно ж не наше. Но кричать будем, как наше. И они встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И начали кричать Богу. И стены начали падать. И Бог дал им победу. Стратегия. Все дело в стратегии. Парень соседу скажу, у Бога есть стратегия для тебя. И стратегия, как получить свое жилье. И стратегия, как оплатить кредит. И стратегия. Все, что тебе нужно. Стратегия от Бога. Тебе даже не нужно сто шагов. Тебе нужно просто еще один шаг. А потом еще один шаг. А потом еще один шаг. Тебе не нужно через ступеньки шагать. Тебе нужно уважать каждую ступеньку в своей жизни. На которую Бог ведет и ставит тебя. Давайте мы встанем вместе. Аллилуйя. И когда Бог приходит к Иисусу Навину. Иисус Навин, ты великий воин. Ты великий полководец. Ты человек, который ходит прямими путями. Но как я был с Моисеем. Кто был у Моисея? Моисея был молитвенник. Он мог пойти на 40 дней потеряться там на горе с Богом. Потом спуститься. Говорит, но самое лучшее, что было у Моисея, я дам это тебе. Ты не будешь просто воин. Ты будешь слышать мой голос. Ты будешь гулять со мною. Ты будешь ходить со мною. Ты будешь человеком, который знает мои пути, как знал их Моисей. У меня к тебе несколько вопросов сегодня. Первый вопрос, который я хочу, чтобы ты посмотрел. Закрой свои глаза. И сейчас, как ты находишься в Божьем присутствии, как я проповедовал тебе это слово из книги Иисуса Навина. Где твой Иерихон? Где твое сражение? Может, это финансовое сражение. Может, это еще какое-то сражение. И когда находишься перед ним, первое, что я хочу спросить тебе, можешь ли ты увидеть Бога там? Или ты сам по себе? Или ты говоришь, что все моторы у тебя работают одновременно? Ты стреляешь из всех стволов одновременно? Ты такой занятый, что ты забыл про Бога? Там Бог-то есть вообще или нет? Или ты уже весь износился, истерся уже? Там, где-то Он есть. Может, Он не в горящем кусте. Может, Он в каком-то человеке. Ты стоишь там с мечом и ждет встречи с тобою. Но Он где-то есть. Бог сказал, я не позволю тебе, я не позволю тебе входить в глобальные сражения твоей жизни, судьбоносные, если бы я там не был. Узнай Его. Распознай Его. И делай такую ошибку, которую делали ученики. Как Мария, она приняла Его за плотника, помнишь? Говорит, а где Он? Да вот Он, я. Я здесь, Мария. Я здесь. И я уверен, Он где-то есть. Может быть, Он не такой, как Он был тогда. Может, ты привык его видеть теми глазами. Бог говорит, да нет. В новой страничке твоей жизни я буду открываться по-новому. Узнай меня. Может, это не было, как бы это было когда-то. Второй вопрос. Можешь ли ты из своей проблемы сделать святилище? Можешь ли ты прямо перед этим сражением начать славить Его? Потому что твоя проблема, твой вызов, финансовый вызов, еще какой-то, вызов со здоровьем, вызов со отношением, это возможность проявить Богу свою славу. Давай мы прославим Его. Вот прямо посредине всего. Давай просто поднимем наши руки к небесам. Будем просто славить Его. Даже если ты не знаешь всех ответов, ты не знаешь еще исход этой битвы. ты не знаешь, как эти стены падут и падут ли вообще. Но ты можешь прославить Его, потому что Он с тобою в этой ситуации. Он с тобою. Он обещал. Господь, я благодарю Тебя за верность Твою. Благодарю Тебя, что Ты сказал в Своем слове, что я не оставлю и не покину Тебя. Что никто не похитит нас из Твоей руки. Господи, я благодарю Тебя, что Ты всеприсущий Богу. Господь, что Ты не даешь нам таких испытаний, которые мы не можем выставить. Но Ты, Бог, даешь нам и избавление. Мы славим Тебя, чтим Тебя, любим Тебя. И мы прославляем Тебя. Господь, посредине наших обстоятельств, посредине вызовов, посредине ерихонов, посредине сражений, Господь, мы воздаем славу, хвалу и честь Твоему святому имени. Будь прославлен, будь превознесен, Царь царей. Господь, открой глаза нашего сердца, чтобы могли видеть Тебя, чувствовать Тебя, переживать Тебя, Господь, знать, переживать Твою руку на нас, Господь, благоденствующую. И как мы переживаем Твое присутствие, как мы узнаем Тебя, Господь, в битвах нашей жизни. Дай нам мудрости взять нашу ответственность.